Приветствую вас. Я, конечно, не врач, чтобы обсуждать такие ключевые моменты, как здоровье ваше и так далее. Я не врач, конечно. Но я думаю, что анорексия – это довольно запущенная форма потери веса. И мне думается, что у вас на протяжении, что вы не можете ехать около трех дней, мне думается, что да, это безусловно неприятно, безусловно неприятно, но тем не менее, это не анорексия у вас. То есть, это ничего общего с анорексией не имеет. Анорексия – это очень сильная, мощная потеря веса. Анорексия – это невозможность и нежелание человека употреблять в пищу. Вообще. Вот это анорексия. То, что у вас, это, ну, это не похоже на анорексию, в общем. Это скорее, знаете, просто действительно побочный эффект от препарата, который вам выписывают. Поэтому нужно к врачу, да, к врачу, желательно, наверное, к платному врачу. Ну, там еще терапевт, терапевт от вас так и будет отмахиваться. Терапевт, терапевт, и это вообще врачи, ну, такие весна относительные, я бы сказал, да. Так что, да, вам нужно, безусловно, к врачу. Чем быстрее, тем лучше. Вот. Это факт. Это факт. Ну, очевидный факт, на мой взгляд. Вот. Что касается того, что вы боитесь анорексии, то здесь я с вами не соглашусь, потому что анорексии вам бояться не стоит. Потому что вы хотите есть, вы любите есть, и в любом случае за три дня вы не потеряете столько веса за три дня. Вы не потеряете столько веса, чтобы прям вот у вас уже была анорексия. Вот. Анорексия – это болезнь, это нужно понимать, что анорексия – это болезнь. И, как и любая болезнь, анорексия развивается скорее хронически, вот, чем волны обратные, да. Вот. Поэтому я понимаю ваш страх, но вам нужна помощь скорее весь врача. То есть вам ведь по какой-то причине приписали ведь антибиотики, значит, вероятно, у вас в чем-то действительно есть проблемы. Ну, то есть вот, по здоровью. Непосредственно. Вот. И, соответственно, нужно эти проблемы выяснить. То есть, собственно, какие у вас проблемы по здоровью. Какие трудности по здоровью у вас. Вот. И от этого уже исходить, потому что, видите, вы изначальную болезнь, которая у вас была, да, и вот результат, по которой вам, собственно, и назначили антибиотики. А вы ее никак не раскрываете, соответственно. Вот. А, значит, боитесь, при этом боитесь очень сильной анорексии. Вот. Ну, вы понимаете, это не работает так. Так. Если у вас, например, были, точнее, были у вас серьезные проблемы, например, с, допустим, питанием. Если у вас были серьезные проблемы с нервной системой, да, если у вас было очень много переживаний, если вы в результате вот своих переживаний ничего не могли есть. То есть, это одно. Тогда вам, конечно, нужно к психологу. Вот. Ну, потому что нервное переживание, психологическое состояние – это то, чем, собственно, и занимается психолог. Вот. Вот. А если у вас просто была какая-то болезнь, и вам выписали, значит, антибиотики, например, и у вас от этих антибиотиков вот появилась такая реакция, это, к сожалению, больше к врачу, и именно к врачу, я, к сожалению, не знаю, к кому, но к врачу. И вам здесь нужно только настаивать на том, что вам плохо, что вам, как бы, ну, тяжело, что вам не по себе, что у вас плохое самоочувствие и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если вы неохотно берут, ну, берут во внимание, то, там, плохо, плохо, как кому-то, например, вам. Вот. Но, тем не менее, если вы пользуетесь бесплатной медициной, то, ну, это требует, нужно добиваться. Вот. Вот. В нашей стране реалий, к сожалению, таковый. Вот. И что-то сказать, именно психологической проблемой я у вас здесь не увидел, мне кажется, что проблема в большей степени медицинская, но если... то, от чего вам прописали антибиотики, было вызвано переживаниями, стрессом или еще каким-то малообъясненным с медицинской, с точки зрения, значит, состоянием. Что это, вполне возможно, психоционатика, и вот уже с ней можно и нужно работать с психологом. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok